Приветствую всех на моем канале, меня зовут Владимир Бучков и сегодня хотелось бы затронуть некоторые моменты нашей профессиональной деятельности я сейчас говорю не конкретно о перекупах, а вообще о автобизнесе в целом не так давно, буквально на днях, наткнулся на один видеоролик где в Москве убили водителя премиального такси а точнее водителя Мерседес Майбор Мерседес Бенс Майбор и настолько меня все это просто поразило ну убийство, это конечно выражаю соболезнования ну родственникам, жене по-моему остался ребенок но меня больше в этом во всем, как самого перекупщика или автобизнесмена, назовите как хотите меня больше повергло, наверное, не в шок а вот это, как эта машина продавалась то есть кто ее купил сейчас я сюда вставлю ролик молодого человека я там взял с определенных ресурсов как он продавал этот Майбор это убийца продает этот Майбах продает перекупом, перекупщиком ну я как бы все понимаю там, не знаю, жажда нажива жажда там денег ну вы просто голову включите, пацаны ну Майбах там за две тысячи или за сколько они, за два мультампа продавали ну как бы я не знаю и еще один вопрос вот этот человек, который продавал этот Майбах то есть он настолько спокоен и у меня тут два варианта либо в таком спокойствии может находиться только профессиональный убийца который уже никаких эмоций не испытывает ну либо этот человек находился под какими-то препаратами вот сейчас видео сюда вставлю, посмотрите а потом мы с вами поговорим и я объясню, почему я эту тему затронул сегодня на этих кадрах, снятых на камеру мобильного телефона мужчина с порезом на лице и перебинтованным пальцем руки главный подозреваемый в убийстве таксиста Петра Моренкова 19-летний Сергей Шелест среди ночи на багажнике элитного Майбаха молодой человек подписывает договор купли-продажи автомобиля я Шелест, нахожусь ясно в мере сутки я пишу договор купли-продажи я подаю свой автомобиль Мерседес Бенз номерной знак 0124 АС3 обязуюсь завтра в понедельник то есть 20.10.2022 провести подтверждение свидетельства о смерти и паспорт своего отчима И 24 числа этого же месяца 2022 года предоставить оригинал ПТС от автора и забрать остальную сумму. Он так открыт, потому что знает о гибели таксиста еще никому неизвестно. Шофера разыскивали к тому моменту несколько дней. Легенда про машину умершего отчима была принята на веру. Получив предоплату в размере полумиллиона рублей, за остатком Шелест так и не вернулся. Спешно покинул столичный регион. Его задержали около двух часов назад в Краснодаре. На самом деле все просто. Почему я коснулся этой темы? Понятно жадность, да? Жадность с нами очень часто играет злую шутку. Сейчас вот представьте, что будет с этими перекупщиками. Во-первых, их сейчас там затаскают, да? Потому что я так понял, что эту машину еще забрали до того, как нашли вот этого убийцу. Ну, предполагаемого убийцу, да? Потому что пока суд не доказал, значит он еще не является убийцей. Что сейчас, какие эмоции сейчас будут переживать вот этот Михаил там, или как было в видео, да, сказано, кому эта машина продается. Что они будут испытывать, когда их будут таскать по вот этим инстанциям, да? Точно, что они этих денег уже не увидят. Эти 500 тысяч, которые они отдали как залог за эту машину. Цена этого Майбаха была меньше двух миллионов. Они, там, этот молодой человек, которого, предполагаемый убийца, продавался, пытался продать его там на сайтах, да, на определенных. Меньше двух миллионов рублей. При цене этого Майбаха, там, порядка, по-моему, там, нового он 20 с чем-то стоит, да? Ну, как бы, надо же голову включать, как бы, я все понимаю. Вот. И просто из всего этого, слушая вот этого продавца, да, я понял еще такой один момент. Очень часто мы не обращаем внимания вот на эти вот вещи, как типа, а чья машина? Да, это машина моего отчима, я продаю по договору, и мы пишем с ними договор напрямую. Ну, то есть, понимаете, да? Это благо, что вот у этого Майбаха не было ПТС здесь. А если бы был здесь ПТС и свидетельство о регистрации, то они бы просто написали договор, и все. И перекупы были бы счастливы, думая о том, что они купили классную тачку. Понимаете? Ну, благо, ПТС здесь не оказалось, да. Как часто мы с вами покупаем тачки по непонятным схемам, когда интересная цена, выгодная, либо еще там что-то, да. Когда начинается легенда, когда один говорит, да, я продаю тачку брата. Брат уехал там в какой-то другой город, да, там, или он там где-то на вахте, да. Я продаю его машину здесь, там, вот все документы, все. А что вы делаете в этих ситуациях, чтобы вот эту цепочку установить? Я просто к чему все это поднял? У меня, знаете, я, в принципе, стараюсь покупать машину у собственников. У собственников, которые, ну, являются собственниками по ПТС. Сейчас, ну, нету никаких вопросов к перекупам, да, как бы не об этом речь. Я просто объясняю свою позицию. Вот. Либо чтобы этот человек был привязан к этому ПТС, договором, там, либо там еще каким-то образом, да. Чтобы этот человек фигурировал в сделке. То есть, чтобы, если даже ты покупаешь машину у перекупа, надо, чтобы этот перекуп в этой сделке участвовал. То есть, понимаете, да, если вы покупаете машину, там, не напрямую у собственника, то должен быть договор от собственника на перекупа. И уже от перекупа, ну, на тебя, как на перекупа, там, или на покупателя, да, не имеет значения. Я стараюсь покупать машины только у собственников. И вот сейчас у меня спорный момент такой. Сейчас очень много людей уехало за границу. Особенно молодые люди в возрасте до 35 лет, они уехали там, кто-то уехал в Киргизию, кто-то там в Грузию, кто-то там в Армению и так далее и тому подобное. Суть не в этом. Суть в том, что этих людей в России нет. А машины их не остались в России. И они в то самое время, когда появились финансовые вопросы там вот в Армении, в Грузии, ну, то есть, где они там живут, да, они захотели продавать машины здесь. И документы у них здесь, и машины здесь. И есть вроде бы доверенные лица, которые готовы эти машины показывать и продавать, да. Как быть здесь, когда человек находится в Грузии или в Армении, а машина у него продается в Москве, в Челябинске, не знаю, там, в Самаре, да. Вот у меня сейчас ситуация на носу, я не знаю. Покупать собрался машину, машина в одном городе стоит, сам хозяин находится за границей, там, в одной из стран ближнего зарубежья. ПТС, документы, договора, все в машине. В смысле, у его друга, который помогает ему продать. Ну, друг почему-то отказывается писать на себя договор от этого хозяина, да, чтобы привязать и этого друга в эту сделку, да. Ну, нет, как бы он отказывается. Как мне в эту ситуацию поступить? Вот я не знаю. Это такой лайтовый видос вообще просто, ну, давайте включать голову. Знаете, есть такая поговорка, да, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Только в мышеловке бывает бесплатный сыр, как и получилось с этим Майбахом. Сейчас пацаны и деньги потеряют, и репутацию свою, скорее всего, тоже, и, возможно, после этого всего они просто перестанут эти тачки покупать. Я понимаю, что на рынке сейчас происходит полный беспредел. Все друг друга кидают, друг друга обманывают, какие-то параллельные схемы, мошенничество в полный рост. И тут еще добавляет к нашей репутации вот эта сделка с этим Майбахом. Друзья, будьте внимательны, я вас просто прошу. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы поступили вот с этой сделкой, которая у меня на носу. Когда человек находится за границей, машина его находится в другом городе, как себя обезопасить вот в этой сделке? При том, что ценник тоже, в принципе, ну, достаточно адекватный. Друзья, всех обнял, давайте будем уважать друг друга, ценить друг друга и, конечно, быть внимательными в нашем нелегком деле. Все, до встречи! Продолжение следует...